В минувшую субботу в Лакреевском лесу прошел большой экологический праздник. В центре внимания оказались завезенные из казанского питомника алтайские белки. Горожане пришли посмотреть, как они осваивают новый ареал обитания. Напуганные пристальным вниманием зверьки за считанные секунды ускользнули от любопытных глаз. Десять белок теперь одна из достопримечательностей Лакреевского леса. Это количество выбрано не случайно. Белок не должно быть очень много. Объясню почему. Потому что белки, на самом деле, размножаясь, могут уменьшить популяцию птиц. Поэтому мы много белок не покупаем. Мы купили 10 белок, мы по этой теме провели консультации со специалистами. Это как раз то количество, которое на сегодняшний день нормально. Жилища для новых обитателей строили, что называется, всем миром. Администрация города Чебоксара и Сбербанк провели конкурс на лучший беличий дом. Горожане активно поддержали идею. Построили семь домиков и две кормушки. За лучшие работы вручили призы. Победительницей стала Татьяна Тихонова, учитель технологий в столичной школе номер 37. Приз пришла забирать ее бабушка. Кормушка, изготовленная нашими сотрудниками, тоже не осталась без внимания. У нас победа в номинации. Приглашаем к столу. Все затраты по закупке белок взял на себя Сбербанк. Начнем с белок. Дальше у банка есть очень много проектов. Планируем поддерживать различные направления. Все они направлены на соблюдение баланса в природе. Больше 250 килограммов отработанных батареек было собрано. Жители приносят. В сентябре месяце вместе с нашими партнерами мы планируем высадить более 10 тысяч саженцев деревьев. Мы приглашаем всех принять в этом участие. Шаги навстречу природе готовы делать многие неравнодушные люди. Особенно радует, что подрастающее поколение тоже осознает важность происходящего. За окружающей средой надо следить, чтобы наш мир не разрушился, как и она сама. Поскольку без окружающей среды нас и не было бы вообще. Татьяна Филатова, Арена Гавилян, Республика.